всем привет друзья суббота у нас идет дождь у нас такого еще не бывало феврале месяце тогда привет и кошмар видите что творится такой и прям дождь идет вот если выйти вот вам не видно опять камера мне не впечатляет эти стекло все мокрое прям такой косой дождь идет я не представляю какая будет завтра дорога надо им ехать в тагил а идет дождь не видно да не видно только шуршание такое слышно обалдеть вот это вот друзья называется изменение климата чтобы у нас на урале не на южном причем урале феврале шел дождь причем не в конце февраля кому-то ближе а в начале это что-то это просто нотенс да байкалка сейчас поедем тебе заголовками ой друзья мне причесон еще тут и мы только встали алёша то уже давненько ушел управляться мы сейчас кушать собираем я говорю в начале февраля дождь да так что можно новые стихи сочинять люблю дождик в начале февраля да вот завтракаем сидим фиму кормлю и бабушку до фадея вот рыбы сегодня растаяла тоже позаниматься но сейчас хотим сначала ехать сейчас я иду вот он наш товарищ чего наелся уже что ли отвалился нет она буду кормить вот друзья привела себя маленько в порядок но после чего сначала занималась рыбой вычистила горбушу этот ментая маленько тут у меня нашлось в общем все это сейчас буду целую гору жарить на две за ложки у меня хватит вот и потом еще канализацию пришлось чистить слышу у меня зажурчало на пол под раковиной на кухне регулярно такое бывает у нас канализация не запечатана как бы есть доступ туда чтобы ершиком все это пройти поэтому сейчас в общем лазила ершиком прорабатывала всю трубу нашу кухонную но иногда раз где-то в месяц в два как пойдет в общем как чё поспускаем забивается какая-то пробка жировая встает и кротто что-то не очень это вы смотрите что это творится она же мест перила рыбу урсула без ты же это морда это ты по столу прошла ешь уж теперь чё вот так вот пока я уходилась из головы мыла она мне стащил одну рыбину кошмар ну ладно наестся кошка сейчас вот а сейчас пожарим рыбку да будем собираться поедем за комбикормами победным сначала алёша говорит надо пообедать и тогда вот сейчас он говорит у меня хоть дилемма нет сначала есть или управляться идти я не ем утром говорит гораздо больше времени выигрываю ну да так и есть собственно больше времени выигрывается когда не завтракать вот и ушел в общем он управляется вот уже наверно часа два уже доходит как он управляется все видимо чистит тому курдачу вот такие дела ладно пойду я сейчас бабушке щуперцовый пластырь налеплю прогреваем и все суставы не сустав а спину седалищный нерв прогреваем сейчас наклеивать дед у нас с матвеем на стрельбе как и планировалось уехали в 9 утра сейчас уже должны приехать уже до 12 скоро будет уже должны вернуться уже вот и вот такая погода не знаю как он сегодня на каток собирается если он собирается лучше бы не ходил завтра все-таки опять на соревнованиях ехать ему физические нагрузки не показаны перед соревнованиями о все сейчас будет драка смотрите кузя к ней пришел уйди кузя это ее добыча ешь ешь уж чего не доест тогда кузя дадим а так я говорю на катке это наверно лужа стоят эти опять что творится плюс три градуса все капает какая дорога будет потому что что добавишь как горит завтра 20 обещали горит да как так риск это не знаю будет не будет все поглядим чего будет что еще из планов друзья сразу скажу что сегодня планируется стрим как и обещали по субботам по нашему времени в 9 по москве в 7 кто ориентируется по москве чтобы сориентировались до 7 по москве будем стараться выходить и надеюсь сегодня все с первого раза у нас получится и выйдем в эфир дай бог интернет не подведет ладно все пошла делами дальше заниматься я минтальчик пожарила горбуша сейчас у меня вход пошла плиту не смотрите еще не было только замочила грязи хватает надо прибирать всем вот в общем друзья про сковородку еще раз напомню да кто хотел такую купить она стоит 1200 на вайлдберри с виктория называется то есть по сути в два раза дешевле чем аналоги прекрасно друзья мои жарить не нарадуемся жарим каждый день что-нибудь дожарим и яйца вот уже сколько у меня на неделе две наверно до испытания проходит и яйца до сих пор не прибирает рыба тоже видите вся кожица все на месте то есть вообще очень достойная сковородка за эти деньги тем более вот но еще прошел испытание мой диванчик я прям таки зауважала его что он из кожзама сделаны да помните я сомневалась что лучше или из тканево или все-таки кожзам так вот вот эта мадам сейчас такое тут устроила она валяла эту рыбу по всему вот этому участку пришлось мылом отмывать но мылом все отмыло все чистенько хорошо я говорю а сейчас представьте если бы это была ткань все рыбы бы пропиталась вот так вот такие дела у нас творятся афадея у нас сегодня собирается на день рождения илья его пригласила друг то их с улицы который на каток то все с ними ходит в общем у него день рождения вчера был по моему вот сегодня они поедут в комплекс ну развлекательный комплекс у нас тут есть не в городе не в екатеринбурге белая лошадь в общем называется это конно-спортивный клуб но там вот такие мероприятия устраивают там есть боулинг у них свой да еще что-то не знаю в общем приедет потом расскажет вот но его надо будет везти где-то в пол пятого мы поедем его повезем туда такие по крайней мере сейчас планы воде матвея еще не дождались не знаем как он сегодня пострелял нервничаем ждем ты его вторая зачетная стрельба сегодня здесь ворамили такие дела ладно все такие рассказал вам интересные новости какие-то новости моментики хотела которые вам давно сказать потому что многие знают что ждут отчет по вот этой сковороде сейчас ему лейду вот и я в общем сказала сковорода супер я буду такую же викторию тоже блинную заказывать этого же производителя это кстати говоря санкт-петербург производит если что вот и ручка не болтается ничего и хоть она и такая тяжеленькая но нормально вообще супер еще потом закажу но сейчас у меня блинницу охота заказать чтобы было бы что фильме все равно каждый день по блинчику дожарим он есть у нас блины любит вот ладно все пошла дальше все накатить ой дождь как наделал на воротах вот там будет вспоминать феррули не смогли снять потому что то есть помешал ой кошмар смотрите меня все очки у вас камера все отключается сейчас будем таскивать вот это да пробовать тюк не вытереть будет камеру нечем так что пока убираем что мы за одну палку вдвоем ну давай 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 если не хватает подожди сейчас как это давай держи вот так я бы я боюсь что мы не успеем что это делать давай прицепить саму подальше давай ну давай ну что дальше будет ну и что ты хочешь сейчас сделать переделывай ее иди давай что то держи давай выслал нет все давай криво лежал сейчас все стены наушим ну мусоролоска забрала наш мусор забрала сейчас лежит сама давай сейчас эти веревки уберем я сегодня с голыми ногами и холодом мы мы в 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 на в в в в в в в в Ладно, покатили дальше. Иду, иду. Раз, два взяли. Смотри. Ромашки. Видишь, какая трава полезная. Да нет, вроде не намочили так сильно от него. Ты корову-то потом, наверное, закрой все-таки. А что? А что, везде будет открыть? Да, конечно. Она здесь не будет признавать, температура. Я вижу, я ее открыл. Нет, нет, нет. Да? У нее продует, Олеша, вымет. Не надо. Закрой, закрой. Давай. Ладно, камеру уберу сейчас туда. Друзья, закатили рулончик. Развязала, сейчас нитки с него убрала. Теперь неделю живем. Коровы живут. Ты такой грязный сегодня стал, у тебя все тает. А ты такой грязный, лапки грязные. Думаю, хороший ты. Сейчас поедем за головками. Ой, намесил грязь-то, а? Да. Ладно, все, пошла. У меня там еще голова жарится. Рыбу-то уже сняла. Матвею дала. Матвей приехал. Сегодня он у нас пострелял. Точно так же, как в прошлый раз. Не получилось. У него, говорит, у меня что-то в уголке глаза, говорит. Чешется уже который день, которым надо целиться. Вот. И говорит, что-то плохо глаз сегодня этот смотрел. То ли он у него загноился маленько, или что. Пойди, говорю, какую заразу подхватил. Болзну. Не дай бог завтра ехать. В общем, сейчас ему глаз закапали лекарством. И смазывала я еще. Массиву заложила, в общем. Вот. Так что. Вот так. И есть наложила. Сейчас он поест и пойдет на каток собирается. Поел уже? Ага. Поел, Матвейта? Поел. Сейчас мы сядем есть. Уже первый час пошел. Смотрите, друзья. Какая дорога. Как крапает дождь. Причем такой нередкий, частый дождь. Это что-то. А вечером обещают резкое похолодание до минус двадцати? Или как там? Завтрак вечером. Завтрак вечером? Сегодня минус два обещали. А утром как будет? Минус два. Минус два. Даже не знаю, что и делать. Что и делать. Что и делать. В плане поездки они решают, что и делать. Ехать или не ехать. Или будет как зеркало все завтра. Страшное дело. Ну, где это видно? Такой дождь. Как летом, да? Прямо это самое. Не знаю. Не знаю, чего делать. Сейчас проваливаюсь в этот снег глубоко. Вот. Вот. Ну, сейчас что? Мы поехали в Айлборис. Надо заехать. У них шайбы пришли. У ребятишек. Я им заказала по шайбе. Каждому две штучки поеду, заберу. Вот. На катке, я чувствую, тоже лужи, наверное, стоят. Ноги проваливаются. Конечно же. Поэтому. Не знаю. Матвей ноет. Хочет идти. Но, может, все-таки одумается. Либо сходит, проверит и придет обратно. Потому что там делать нечего. Вот. Сейчас. С Фимой мы поехали. Вот он в новой шапочке сегодня поехал, да? Штанишки полегче одели. Весна весной, да, Фим? Фима в весеннем облике. А почему? Удивляет. Да, Лимона? Заходи быть одетись. Ну да. Видишь, зубы какие у него уже большие выросли. Хорошие, большие, широкие зубы. Как у Фадейки будут такие немаленькие. У Матвея мелкие зубы. У них с Фадеем, видимо, будут... У отца что ли, да? У тебя крупные зубы? У меня тоже маленькие. Каша, каша, малаша. Ехать очень опасно. Я бы лучше казался. Мы будем с дедом разговаривать. Сейчас приедем, расскажем ему, какая распутья на дороге. Потому что завтра-то утром-то еще, может быть, будет не большой минус. А видишь, вечером-то обещают уже минус 19. А вы поедете-то вечером. Мы, может, туда-то доедем-то, а обратно-то, посмотришь, какая будет эта. В общем, думаем, друзья, по поводу поездки, не знаю. Ладно. У меня сегодня, как бабушка, смотрите, собрала из дома 4 пакета верновских, чтобы не покупать. А сколько они стоят? Ну, они дорогие. Вот эти хорошие, большие пакеты, они дорогие. Те это по 5, наверное, рубля. Эти, наверное, все 10. Поэтому я рулончиком и с собой в телегу, думаю, брошу. А там на кассе уже будут свои пакеты складывать. Вот. Ну, мы сейчас в Айлгорис. Потом надо тихонько доехать до комбикормов. Есть у меня замысел зайти, Алюша, на привоз. Хочу я взять эти, мне надо платочки, чтобы посадить сельдерей правильно. Вот я хочу заехать. Ладно, все, побежала я в Айлгорис. Забрала шайбы, друзья. Вот такая вот упаковочка у них. Уже расклеившаяся, но не выпали. Вот. Настоящие, резиновые. Не знаю, не помню точно, то ли 160, то ли 180 рублей они стоят. Хоккейная, взрослая называется. То есть это полновесные. 167 грамм она весит. Матвей сказала, это очень хороший вес. Главное, чтобы не меньше 150 грамм было. Вот. Резиной пахнет. Хе-хе-хе. А кто? Где изготовитель? Я не знаю, кто изготовитель. Не написано ничего. Тут как всегда все заклеено. Балакова написано. Балакова. А еще Серпухов поставщик. Торич не знаю. Не могу понять, кто производитель. Ну, в общем, такие вот дела. На Вайлберсе и шайбы есть. Все есть там. Фух. Смотри, конечно, сено то у них сейчас намокнет. Они сегодня закрыли. У них сено просто так лежало. Ну, правильно. Ну, кто ожидал, что зимой будет дождь? Хе-хе-хе. Вообще, кошмар какой, да? Ай. Куда мы катимся, друзья? Я сегодня уже сижу, бабушке говорю, слушай, бабушка, уже дождь идет весенний. Наверное, уже пора помидоры-то посадить. Небось нынче не в мае будем, а в апреле высаживать-то. Уже скоро надо теплицу высаживать, да? А мы еще даже не посадили. Ну, в общем, вообще нонсенс за нонсенсом. У нас погода и что творится. Да. Ладно, поехали за комбикормами теперь. Такси сиро, да? Хе-хе-хе. Уже ямы стали появляться. Вытаивать на чили. Мяшко-мяшко, надо заправки-то. В общем, друзья, объявляю вам цены, пока я их вижу. Девяносто второй бензин у нас сорок три рубля. Девяносто пятый сорок пять шестьдесят. Смотрю он на том столбе. Вот. А дизельное топливо сорок восемь сорок. Вот такие вот у нас цены. И пошел Леша заправляться. Все-таки решил залить полный бак с Деном сейчас, потому что говорили. Он говорит, неизвестно какая дорога будет. Будем смотреть. Говорит, утром. Смотри. Какие дорожки. Да. У тебя запотело все, да? Ты рисуешь там. В общем, мы, друзья, тут на рынке остановились под крышей. И только я вышла из машины-то, ушла, и как упал снег с крыши прямо, А Леша встал под ангаром. Я, правда, не поняла, куда он упал. Но такой грохот был. Потом, смотрю, Алеша уехал. Вот. А я пошла тару брать. Взяла всякие разные, друзья, тары. Такие классные лоточки взяла в них. И садить можно сто штук. В общем, лотки с крышками вот такой вот высоты. Вот. Очень будет нам удобненько посеять рассаду в них. И крышечка пластиковая сразу закрывать. Тепличку сделать. В общем, сто штук стоят 750 рублей у нас, друзья. Но они хорошие. Пластик хороший. Не то, что там одноразовые лопается и все. Вот. Мне надолго хватит. Для всех нужд. Все что угодно на них можно сложить. Вот. Потом я взяла, видите, вон там вон рулон. Это та самая пленка, друзья, на стол. Будем пробовать делать силиконовую эту пленку. У нее увидела. У нее дешевле, чем на Wildberries получается. И я, в общем, купила эту пленку. Она говорит, у меня у дочери лежит. Типа не прорезается, а вроде нормально. Ну, ладно, попробуем. Так что, вот так вот. Взяла, успела, отхватила. Еще взяла лоточек. Думала ехать и слим, чтобы лоточек свежий был под мясо. Под это, под окорочка. Ну, наверное, все раз отменяется, то и окорочка не надо. Ну, не надо, да, если у нас мясо-то еще есть. Вот. Такие дела. Дед нам сейчас позвонил, сказал, что он изучил погоду и поездка отменяется на завтра. Так что, Матвей отдыхает. Завтра хоть один денек отдохнет. Сегодня сходил на секцию. Завтра будет отдыхать, да, уроки поделаем потихоньку, в общем. Все, поездку отменили. Ладно, видите, я какая вся мокрая, как просто мокрая. У меня аж съежилась вся. Видишь, ткань-то что делается, как морщинилась? Ну. Не предназначена. Вот как одеваться, а кто в шубах? А кто в шубах ходит, да? Ну. Да нет. Мне кажется, сейчас уже по нашей погоде никто в шубах не ходит. Погоды стали такие, что зимой и редко, когда можно шубу-то одеть, потому что жарко все время. Ну, бывает же. Сейчас здесь снова обещают минус 30 скоро. Ну, не знаю. Это не обещают. Минус 20 будет и все. Ой, Фима, жарко тебе? Ага, тоже шапку снимаешь. Вот такие дела. Все, возвращаемся. Едем сейчас, заедем к Наталье из-за мясной продукции. Немножко колбаски и сосиски Фиме возьмем добротные. Да, верной потом и все. Друзья, мы дома. Ой, в шубе-то в зимней жарко сегодня, бабушка. Представляешь? Да. Я вся упрела в этих магазинах. Вот, в такой коробке мне Наталья сегодня дала. Вот спрашивали, кто зритель. Еще раз говорю. Мы используем продукты фабрики качества. Вот такая. Это Самара. Возит нам и мы покупаем. Венские сосиски Фиме взяли. Вот такие вот сосиски. Были только такие сардельки. А не говядина и курица. Ну, пришлось такие. Других не было. Вот. Кончились. Разобрали у нее. Морковь корейскую взяла. Мне так лень делать. Но взяла, ладно. И еще я у нее взяла сыр. Потому что сейчас сыра много едим. Алеша сыр любит. Вот. Знаете, какой? Башкортостан. Белебеевский, короче говоря. Белебей. Город Белебей. Так. Потом я была в этом. У Зои за газетами заходила. Купила вот такие мешки. Очень у нее хорошие. 230 рублей. Здесь 500 мешков. 24 на 37. Крепкие, плотные. Все время беру у нее вот такую болбашку. Вот. Огурчики взяла. Смотрите. Опять цветочками. Такие они. хорошие на этом фермерском магазине. Потом у Натальи еще взяла вот такую печень говяжью. У нас уже печень закончилась. И опять взяла языки свиные. Она говорит, вот пришли вчера, но она их заморозила за ночь взяла. Потому что, говорит, берут не так часто. В общем, она их решила сразу заморозить. Свежие, говорит. Вот. Матвейка рад своим шайбам. Вот такие красивые. Да ведь? Блестючие. Так. Потом мне знаешь, что надо дальше? А, и светофоры я хотела показать. Вот эту вот покупочку светофора. Купила я бумажные полотенца наконец-то. У нас салфетки-то есть, а полотенец давно не было. Потом взяла вот такие губки. По светофору, наверное, интересно, да, цены? Сейчас скажу, сколько губки. Губки 18 рублей вот эта упаковка стоит. Бумажные полотенца, сейчас скажу. Две штуки 76 рублей. То есть за всю упаковку 76 рублей. Дальше. Ну, это деду вино он такое у нас выпивает, любит. Домашнее вино. Сейчас скажу, сколько оно стоит. 160 рублей. Так. Потом взяла вот такой гель для душа. Камэй. Главное, знаешь, что сейчас интересно-то в светофоре? Вот где шампуни, гель для душа написано. Не более 10 штук в одни руки. Короче. Видимо, чтобы на перепродажу это не шло. Потому что я сейчас расскажу один еще прикол. В общем, вот это Камэй. Сейчас скажу, сколько стоит. 99 рублей. 400 миллилитров. Ну, это настоящий. Видно, что это не подделка. И вот такой Сансилк. Взяла шампунь. То же самое с органовым маслом. Сейчас скажу, сколько он стоит. Шампуньчик. Стоит 86 рублей. Цены, конечно, небольшие. Вот. А вот это я взяла Фадею. Он говорит, у нас ребята все в школе душатся. Надо одеколоны. Я ему в светофоре взяла. Мы деду уже третий. Наверное, три вот таких взяли. Они, короче, стоят всего ничего. Да. Вообще, не это самое, конечно. Туалетная вода. 85 рублей. Вот это стоит. Парфюмерная вода. Мы думали, держаться не будет или пахнет плохо. Ничего подобного. Вообще, классно пахнет и хорошо держится. Я по идее взяла. Пусть душится, раз ему так хочется. Вот. И самое-то смешное. Смотри. Салатницы, которые по акции в метро были по 86 рублей. Я такая довольна их нахватала. Здесь они 56 рублей. Я еще три штуки взяла. Прямо один к одному. Даже эти штучки одинаковые вложены. Три штучки взяла бульоница еще. В общем, сейчас у нас набор шесть штучек будет полный. Так что светофоры иногда есть. Режем зайти посмотреть. Что-нибудь удивляют они нас, да? Ладно. Ну, остальное. Обычная верновская еда. Ну, как обычно, маленькая есть. Кое-что необычное. Сейчас вот все развалю я тут. Опа. Сейчас мы с вами разгрузим. Так, это, бабушка, твой сок томатный. Взяла маленькое заморозки. На пробу, друзья. Вот это цветная капуста. Вот это вот спаржевая фасоль. Запеканку хочу сделать. Что-то вчера насмотрелось, не так захотелось. И вот это, как она называется? Брокколи? Брокколи. Брокколи, да. Зелененькая капуста. Соцветия тоже. Попробуем. И укропчик взяла. Вот. А так все остальное, в принципе. Сейчас вот это горох где-то есть, его прям замачивать. Так. Чай зеленый с жасмином. Матвея взяла вот такой. Ахмат. Старше не знаю даже, чего мы там такого ничего не брали. Молоко, кефир. Вот такой кофеек. Какой-то негрессо. Тоже по акции интересненький. А? Молоко сегодня вот такое взяла. Домашнее называется. Вот. Ну и все вроде бы. Интересненько. Вот и ничего там такого больше нет. Головки там. Салат, как всегда взяла. В общем, все остальное все наша обычная корзина. Все. Разбирать буду, друзья. Я еще покажу вам лотки, которые взяла и для рассады. Рассаду первоначально сеять. Вот. Видите? Они высотой, получается, сейчас скажу, где-то сантиметров 5, наверное, да? 6, наверное, 7, может. Не знаю, сколько тут по высоте. Вот такой вот. Видите? Вот. И к нему сразу идет крышка. Они крепкие. Пластик сам крепкий. Не на один год хватает их. Надо мне, кстати, посмотреть. У меня, по-моему, под посадку еще такие были. Может быть, и не буду тратить, а так фасовать что-то. Все что угодно можно в них сложить. Хоть заморозку, хоть что. Взяла 100 штук таких вот. Видите? Вот они стоят все упакованы. Вот. А вот это вот взяла под петунью. Потому что очень хорошо, говорят, в них сходит петунья. И тепло, видимо, и все. И вот они невысокие совсем. Они где-то сантиметр, наверное, ну, 3, может быть, да, высотой. Вот видите, до пол пальчика высотой. Вот. Их тоже потом вот раз закрыл и ждешь. С входа в сельдерей тоже в такие хочу посеять. Там зайдет и буду уже потом рассаживать. Вот такие вот дела для посевной, такие покупки. Ну что, друзья, показывала вам эту скатерть силиконовую. Не знаю. Мы пока с бабушкой не поняли. У нас тут пузыри под низом. Пытались ее насадить. Влажно протерли тряпочкой. И насадили, чтобы она не елозилась. Это скатерть туда-сюда. Не знаю. Пока посмотрим. Эти салфетки тоже свои положили. На них хоть резать до чего. Вот. А так вырезали. Еще даже осталось полметрика. Этой, не знаю, пленки этой вот толстой. Да, пахнет пока, да? Ну, она не так, чтобы сильно. Но пластика маленькая отдает полиэтиленом. Так что вот так вот сейчас. Не знаю, понравится, не понравится. Будет ясно впереди. Ну что, друзья. Опять мы в машине. Ну, опять мы в пути. Везем Фадея на день рождения к Илье. Так. Деньги ему на подарок дали. Илья сказал, что ему деньги надо на подарок. А не подарок. Подарок в виде денег. Ну, они все так на что-то купят, что-то покупают там себе. Так что вот так. Ну, ладно. Все. Сейчас поехали в белую лошадь. Попробуем вам хоть издалека. Покажем, что за белая лошадь. Вот. Такие дела. Сейчас только что Алеша выходил, говорит, поснимай, уже снег пошел. То есть температура, видите, как у нас туда-сюда, то дождь, то снег. То есть около нуля. И поэтому то дождь идет, то снег маленько перемежается. В общем. Вот так вот. И, Алеша, у нас с крыши в огороде упал снег. Дверь не открывается. Я же в Адоре все скидывал, да? Не знаю. Надо вот это. Дед сказал, что дверь заблокированная. Говорит, завтра если замерзнуть, тебе вообще нет копаться будет. Так мне надо сегодня же идти в колючок. Ну да. В колючок. Такие дела. Сейчас все. Приедем, да пойдет по светлу, да? Ой. Сейчас приедем, поедим хоть. А то я сейчас накормила, в общем. Сейчас уже почти пять доходят. Матвея накормила, деда накормила, бабу накормила. Ну чем? Я им бульон наливаю сегодня. Индюшачий бульон. И в прикуску кусочек мяска. Вот. И там овощи, помидорки по помидорке. А дед сегодня у нас яйца еще не ел. Ему яйца жалили с макарошками маленько. Вот как-то так. Все по-простому. И сейчас, в общем, себе что-нибудь заварганим. Я здесь печень замочила. Бабушка говорит, давай сегодня, говорит, пожарим. Я не знаю. Может быть половину и пожарю, а половину, думаю, сварю. Все-таки салат охота тоже поесть. С печенью. Давно не ели. Вон, что творится. Смотрите. Грязная машина. Это ужасно. Едем за другой машиной. Она у нас глядь слетит. Ай, я не могу. Кошмар. Видите, поле белое тут. Грязюка. В общем, кошмар какой-то. Далеко ехать-то. Что-то едем, 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 едем. Ну вот, едем мы по деревне Кадниково. Где-то это здесь. Только мы не знаем где. Правильно мы свернули, неправильно. Были, главное, две вывески. Мы по ним сворачивали. А потом нету, на одном перекрестке не было вывески. Мы не знаем, туда мы свернули или нет. Ну, а Леша говорит, по ориентирам, вроде должны туда. Еще вот так вот. Нет, ну, должно быть какая-то. Крюбинская ведь. Ну, так не было, видишь, на перекрестке. Теперь не знаю, правильно мы гимнем. Погляди, о! Как в деревне, смотрит, трактор встретили. Вон куда. Не знаю. Так это есть в деревне. Ну, я говорю, как в нормальной деревне, я хотела сказать. Трактора ездят. Ну, дома, конечно, тут есть современные уже такие. Видите, шикардос. Шикардос. Так. Ну, ладно. В общем, ищем ездить. Друзья, пришлось сейчас пользоваться навигатором. Заблудились мы в этой деревеньке. Сейчас едем по маршруту. Вот видите, синенькая, это наша машина едет по синему маршруту. И вот до красной штучки нам надо доехать. Кто не ездил по навигатору, вот так вот это делается. Ай, беда, беда. Четыре минуты, пишет, ехать нам. Так что, успеем, доедем. Вовремя. Наконец-то вывеска. КСК, белая лошадь. Конно-спортивный клуб. Вот, вот, все понятно. Вон у них парковка. На парковке тебя будут ждать, да? Видите, там какие помещения. Там даже даже отдых, или что? Ну, наверное, вот здесь вот, на парковке, сказали ждать. Так что пусть. Давай его здесь высади, сейчас Илью надо встретить. Ты, Илье, спроси, где он есть. Позвони. Все, мы тебя отпустим. Давай иди сюда, звони. Звони здесь, сиди и звони скорее. Скажи, я приехал, где ты есть. Встреть меня, скажи. Я у входа прямо. Вот такая, тут вывеска, белая лошадь. На платную парковку 100 рублей в сутки у них тут. Видимо, тут и ночевать можно. Ага, вон, мама его забрала, Илюхина, Фадика. Все, пошли они с ним. Фадей сейчас до нас добежал, сказал, что они его довезут. У них есть место в машине, так что обратно его привезут. Можно не ездить за ним. Такие дела. Так что поехали мы домой. Пошел, ну. Дай бог, все нормально будет. Я помню, как мы его возили в прошлый раз на день рождения. Ну, эту тему я, пожалуй, оставлю без стрима, да? Сегодня расскажу вам, как он ездил на предыдущий. Да нет, расскажи. Да нет, оставлю. А то нам на стриме рассказать даже нечего будет. Расскажем, как Фадей у нас ездит на день рождения. Куда-то. Выездные. Вот. Так что, позаманиваем вас маленько на стрим на свой. Вообще, сегодня, сегодня вообще мы хотели так вас порадовать, чтобы бабушка поучаствовала в стриме, да? То есть, ее пригласить наверх, но у нее нога болит. Заболела. Да, и вот не судьба, я говорю, в этот раз, поэтому... Ну, когда-нибудь мы ее обязательно, конечно, уговорим, и она придет тоже чего-нибудь порассказывает, поучаствует в наших стримах, поотвечает на ваши вопросы, вот. Вот. А потом может даже дедушку попросить, да? Ой, дедушка, не знаю. Дедушка в это время спит уже. Нет, он потом будет готовиться. А, готовится, но не знаю. В общем, друзья, скоро, скоро, скоро будет стрим. Мы уже начинаем об этом подумывать. Сейчас уже Алюша у нас скоро запустит Дела хозяйские ролики. И потом вот этот ролик мы сейчас съездили, досняли маленько, так сказать, сегодняшние события. Вот. И сейчас, наверное, приедем, ужин еще снимем, да? Чтобы вам показать, чем мы ужинаем. Потому что многие, ну, черпают наши идеи для своего питания. Поэтому показываем тарелочки свои. Вот. Стараемся по крайней мере. Сейчас, наверное, раз ехать не надо, сейчас я быстренько вспомню мою машину. Машину вышла? А то... Имеет смысл-то, да? Если завтра замерзнет. Бороз будет уже завтра, ведь никуда не будет. Да нет, вроде. Уезжать, я так не делал. Завтра нам дела домашние поделать. Сегодня везде и в разъездах. Завтра дела будем делать. Все, едем домой. Вот так вот. Вышли снять, папа моет машину. А папа уже помыл. О, чистенькая стоит. Не успели. Погуляйте с Матвейкой так тогда. Матвей ходит, корову гладит. Не надо, Матвей. Иди с ним гуляй, а то он сейчас тоже... Не узнал он тебя? Я говорю, вышел тебя поснимать, а ты уже отстрелялся? Почему? Я в снегу не убираю. Ага. Ну, хоть давай снег поснимаем. Байкал, сейчас тебе головки дам. Все, уже оттаяло головки. Ого, вот это да. Смотрите, что с крышей все сошло. Так, блин, Алеша все равно будет. Ведь зря ты пойди туда. Фима, Фима, Фима. Туда не надо? Ефим. Иди туда, смотри-ка. Вот так, правильно. Аккуратно давай. Пропусти ты его, Алеша. А то палкой дашь ему. О, ладно. Пошла я готовить ужин. выпустила ребятишек погулять пусть гулять и вот идут то все друзья ужинаем в общем что печи хотела пожарить печи мне не понравилось нехорошая какая-то собакам отварил буду неделю собаками что-то желчь понимаешь желтые налеты посмотрели мы желчи это кажется видимо пролили когда колокол коробка у наталии ну ладно бывает она что же не понимает как она она отлежалась и желтая стала как бы на руках смотрю а это желтого меня остается с не смывается даже и желчи это общем так что неудачная печень я ее собакам сейчас отворю и все вот поэтому едим сардельки ну сардельки зато свежие яйцо пожарили морковка корейская салатик цикорий все вот такой вот у нас ужин вот сейчас пойду я вам еще посниму чего не там на улице наделали все что лежа идете все уже снимать нечего я опять опоздала на темно уже все уже покопались ну ладно фаны я друзья сегодня везде опоздаю видите опять вышло опять уже поздно пока свои дела делаю они свои тоже уже сделали ладно ну в общем что тогда мы с вами сейчас прощаемся ты эфима заведи сначала ли он там пошел он там пошел вот и встречаемся уже на стриме дом делали понравилось тебе снимай давай обувь он же это не включает снимаю обувь ладно все друзья давайте всем удачи и до встречи пока пока